Продолжение следует... Читается в рамках раздела программы обязательного минимума по физике невозможность поддержания без предварительной подготовки беседы по которому означает невозможность для учащегося получения удовлетворительной оценки на любой из аттестаций, проходящих после изучения соответствующей темы. Обратное неверно. Владение программой обязательного минимума не гарантирует получение даже удовлетворительной оценки, поскольку программа минимума по физике гораздо уже любой реальной программы, которая изучается как в высших, так и средних учебных заведениях. Данная первая лекция посвящена базовым проблемам механики, связанным с кинематикой материальной точки. Я помню все слова тех лекций, Где мы были, хоть чаще были бы, а я все чаще нет. Еще один вопрос, пока не завалили. Еще один вопрос, а лучше бы билет. Еще один вопрос, пока не завалили. Еще один вопрос, а лучше бы билет. Кинематика Кинематика – это раздел механики, посвященный методам описания движения, Без обсуждения того, какие причины приводят к возникновению этого движения и изменению его формы. Сейчас речь идет о механическом движении, о котором говорят в тех случаях, если тела изменяют свое положение в пространстве с течением времени. Для того, чтобы описать положение тела в пространстве, необходимо задать некоторое количество чисел. Например, для задания положения этого фломастера, на нем можно выбрать какую-либо точку. И тогда для описания положения этой точки в пространстве, окажется необходимо использовать три числа. Однако это еще не полное задание положения фломастера в пространстве. Дело в том, что относительно этой точки фломастер можно по-разному поворачивать. Поэтому количество чисел, необходимых для описания тел, может быть различным в зависимости от свойств этих тел. Например, данный фломастер можно еще раскрыть. И числа для описания такой системы становится еще больше. В связи с этим полезно ввести понятие количества или числа степеней свободы. Это минимальный набор чисел, с помощью которых можно полностью описать положение тела в пространстве. Естественно, у разных тел разное число степеней свободы. Однако, можно ввести некоторое упрощенное представление о теле, как говорят, физическую модель, для которой описание такого модельного тела в пространстве оказывается наиболее простым. Такой удобной моделью является модель материальной точки. Обычно говорят, что материальной точкой называют такие тела, размерами и формой которых в рамках рассматриваемой задачи можно пренебречь. Например, если мы рассматриваем движение данного фломастера с очень большого расстояния откуда-нибудь из космоса, то, наверное, его вращением и изгибами можно уже пренебречь. И достаточно описать положение только одной выбранной точки на этом теле. Короче, материальные точки – это не настоящие тела, а некоторые абстрактные модели тел, для описания положения которых в пространстве, достаточно трех чисел. Материальная точка имеет три степени свободы. Окружающее нас пространство устроено так, что в нем, по-видимому, не существует какой-либо выделенной точки, относительно которой мы будем задавать положение рассматриваемых тел. Поэтому такую точку следует создать. Для этого достаточно выбрать произвольное тело, которое нам будет удобно для решения данной задачи. Это тело будет называться телом отсчета. И у этого тела выбрать какую-нибудь выделенную точку, которая будет называться точкой отсчета или начальной точкой. Через эту точку следует провести три взаимно перпендикулярных луча, на которых отложить масштаб измерения расстояний. Ну, обычно сегодня расстояний измеряют в метрах. Соответствующие лучи образуют систему осей декартовой системы координат, которые принято обозначать буквами Х, Y, Z. Сейчас задана система координат. Для того, чтобы система координат превратилась в систему отсчета, к этой системе необходимо добавить прибор для измерения времени. Часы. Теперь, видимо, уместно сказать, что значит измерить интервал времени. Измерить длительность какого-то процесса означает сравнить этот процесс с каким-либо эталонным процессом, длительность которого принято за единицу. Естественно, для такого сравнения в качестве эталонных процессов удобно выбирать какие-нибудь периодические процессы, типа колебаний маятника, колебаний электромагнитных полей в колебательном контуре, движение электрона вокруг ядроватыми, или движение световой вспышки между двумя зеркалами, или что-нибудь еще. Кроме измерения интервалов времени, когда мы смотрим, сколько раз произошел эталонный периодический процесс за то время, которое длится интересующий нас процесс, также необходимо уметь измерять расстояние или длины. Если, например, нам необходимо измерить длину данной доски, необходимо выбрать эталон для измерения длин, в данном случае в качестве такого эталона я хочу выбрать фломастер, и посмотреть, какое количество раз эталон уложится на длине доски. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Как и следовало ожидать, эталон уложится на измеряемом отрезке, как правило, не целое число раз. Поэтому пока можно сказать, что длина доски больше десяти единиц измерения, но меньше одиннадцати. Если мы хотим повысить точность измерения, эталон следует разбить на десять равных частей, и оставшийся участок измерять одно и десятый эталона, которое тоже полностью не уложится на данном участке, далее одной сотой и так далее. В результате такую процедуру можно продолжать достаточно долго, и мы получим выражение для длины с помощью некоторой десятичной дроби, которая будет давать нам измеряемую длину с необходимой для данной задачи точности. Аналогично осуществляется и измерение интервалов времени. Итак, пусть теперь в выбранной системе отсчета у нас имеется материальная точка. Положение этой точки, имеющей три степени свободы, можно задать с помощью трех чисел. Для этого из данной точки следует опустить перпендикуляры на координатные оси и с помощью описанной процедуры измерения длин отрезков найти расстояние от точек попадания перпендикуляров на координатные оси до начала счета. Соответствующие числа мы будем обозначать как Rx, Ry и Rz и называть их декартовыми координатами материальной точки. Совокупность этих трех координат полностью задает положение материальной точки в пространстве. Эту совокупность обычно принято писать в виде столбика из трех чисел, заключенных в круглые скобочки. Такая совокупность из трех координат носит название радиус вектора материальной точки и обозначается одной буквой со стрелочкой при рукописном написании формул или жирной буквой в случае, если формулы пишутся в печатном издании. Иногда радиус-вектор изображают графически в виде стрелки, соединяющей начало координат с положением материальной точки. с течением времени материальная точка может менять свое положение. Это означает, что координаты материальной точки будут зависеть от времени, а значит, будет зависеть от времени и сам радиус-вектор. Та кривая, которая вычерчивается концом радиус-вектора материальной точки в процессе движения точечного тела, носит название траектории точечного тела. Если в какой-то момент времени t радиус-вектор имел вид представленный на рисунке, мы так и запишем, что это был радиус-вектор материальной точки в момент времени t, а спустя некоторый интервал времени дельта t радиус-вектор будет представим другой стрелкой r в момент времени t плюс небольшой интервал. В этом случае вводится понятие перемещения материальной точки, которое по определению считается равным разности радиус-векторов материальной точки в конечной и начальной моменты рассматриваемого интервала времени. естественно, для выполнения такого действия необходимо договориться о том, как математически находить суммы и разности векторов. Вообще говоря, если имеется два радиус-вектора с тремя координатами, то суммой двух векторов будет называться совокупность трех чисел, каждый из которых является суммой соответствующих координат складываемых векторов. Точно так же при умножении вектора на число каждую из компонентов вектора, каждую из координат материальной точки надо умножить на это число. Такие правила сложения и умножения векторов, я думаю, что нетрудно понять, полностью соответствуют геометрическим правилам, которые изучались еще в школе. В данном случае разность векторов, написанная на доске, может быть представлена вот такой стрелкой. которая носит название перемещения и перемещение оказывается направленной по секущей к траектории материальной точки, поскольку прямая содержащая в себе вектор перемещения пересекает траекторию как минимум в двух точках. Очень важной кинематической характеристикой движения материальной точки является средняя скорость. По определению средней скоростью материальной точки за интервал времени дельта t называют отношение перемещения материальной точки за этот интервал времени к длительности интервала или разность радиус векторов материальной точки в конечный момент времени и начальный момент времени отнесенную к данному интервалу времени. Естественно, что вектор средней скорости направлен вдоль вектора перемещения и это означает, что средняя скорость направлена по секущей к траектории материальной точки. Средняя скорость не является очень удобной характеристикой движения материальной точки, поскольку в разные моменты рассматриваемого интервала дельта t скорость движения материальной точки может оказаться различной. Более удобной характеристикой является так называемая мгновенная скорость движения, которую удобно определить как среднюю скорость движения материальной точки за очень малый интервал времени. В математике часто встречается необходимость нахождения отношения приращения функции к величине изменения аргумента при условии, что аргумент меняется очень слабо. соответствующая процедура в математике носит название вычисления производной и для производной обычно используется для производной по времени обычно используется три типа обозначения, которые эквивалентны друг к другу. Либо пишут ту функцию, которую дифференцируют с точкой над ней, либо ставят штрих и индекс, по которому происходит дифференцирование, либо пишут производную в виде отношения двух дифференциалов. последний способ записи производной наиболее удобен, так как он в общем-то повторяет выражение для среднего значения скорости изменения величины, но в том случае, когда изменение аргумента и самой величины очень мало, приращение дельта заменяется на букву т, которая говорит о том, что приращения очень малы, в пределе бесконечно малы. Понятно, что если мы время дельта т будем стремить к нулю, то эта точка будет приближаться к точке r от t, и в результате прямая, содержащая в себе вектор перемещения, будет уже не пересекать траекторию в двух точках, а касаться ее только в одной точке. В связи с этим принято говорить, что мгновенная скорость направлена по касательной к траектории движения материальной точки. Если средняя скорость направлена по секущей, то мгновенная скорость направлена по касательной. Иногда удобно вычислять три компоненты вектора скорости, а естественно, что у вектора скорости, как и у любого трехмерного вектора, есть три компоненты, и она может быть записана в виде столбца из трех чисел, называемых проекцией скорости на координатные ося. Так вот, каждую из трех проекций можно вычислить графически, если известно, как меняется радиус-вектор или все три координаты тела при его движении. Я для примера выберу иксовую координату. Пусть иксовая координата материальной точки от времени изменяется по какому-то закону, который можно представить в виде некоторого графика. Ну, скажем, пусть координаты меняются как-то вот так. Обратите внимание, что эти две линии красного цвета совершенно разные. Здесь у нас имеется траектория материальной точки в трехмерном пространстве, а это график зависимости одной из трех координат материальной точки от времени. Если на оси времени мы выделим момент времени t и момент времени t плюс дельта t, то соответствующая координата материальной точки в момент времени t будет вот такой, а в момент времени t плюс дельта t она изменится. Соответственно, вот этот отрезок окажется равным разности координат или проекции перемещения материальной точки на соответствующую координатную ось. Длина же этого отрезка будет равна интервалу времени в выбранном масштабе. В этом случае среднее значение x проекции скорости согласно определению вектора средней скорости будет равняться отношению изменения x-координаты материальной точки к интервалу времени. Если теперь рассмотреть соответствующий прямоугольный треугольник, то нетрудно понять, что отношение этого катета к этому численно равно тангенсу угла наклона, секущей к графику зависимости координаты от скорости. Обычно употребляется слово не тангенс угла наклона, секущей, а угловой коэффициент, поскольку, если говорить строго, тангенс математики определяется как безразмерная функция, а здесь мы делим расстояние, измеряемое в метрах, на длину отрезка, измеряемого в секундах, на интервал времени. Поэтому более правильно говорить об угловом коэффициенте наклона графика. Если же мы будем вычислять мгновенную скорость, то интервал времени дельта t надо уменьшать, и постепенно эта точка будет стремиться к точке t. В результате наша секущая к графику в зависимости координаты от времени будет превращаться в прямую, которая будет касаться графика только в одной точке. Это означает, что мгновенная скорость проекция мгновенной скорости на любую из трех координатных осей в момент времени t или, что то же самое, отношение приращения соответствующей координаты к интервалу времени, когда этот интервал будет очень мал, численно равна тангенсу угла наклона, касательной к соответствующему графику зависимости. Поэтому, если необходимо сосчитать вектор скорости материальной точки в том случае, когда известны ее координаты, достаточно нарисовать три графика зависимости координат от времени, в интересующий момент времени провести касательную к графику и найти тангенс угла наклона или угловой коэффициент, как говорить лучше, данной касательной. Соответствующая процедура в математике носит название дифференцирование, а функция, получающаяся в результате дифференцирования, носит название производной. Таким образом, мгновенная скорость или вектор мгновенной скорости является производной по времени радиус вектора материальной точки. Сейчас мы обсудили вопрос о том, как по известному радиус вектору найти среднюю и мгновенную скорости материальных точек. Однако, нередко возникает необходимость решения обратной задачи. По известной скорости найти положение материальной точки, то есть ее радиус вектор. Попробуем решить эту задачу покоординатно. Пусть известна зависимость от времени одной из трех проекций вектора скорости на координатную ось, скажем, на ось Х. Пусть эта зависимость дается какой-то функции, которая тоже может быть описана с помощью графика. Ну, например, вот так. Попробуем по этому графику определить, как изменится х-овая координата радиус вектора на интервале времени от Т с ноликом до Т с ноликом плюс дельта Т. Пусть это конечный интервал времени. Соответственно, скорость в момент времени Т с ноликом была вот такой. в конечный момент времени скорость стала вот такой. Для того, чтобы найти перемещение тела по оси Х за этот интервал времени, предлагается разбить интервал времени дельта Т на очень-очень маленькие промежутки, очень малой длительности. Такой малой длительности, что на каждом из таких временных подинтервалов можно считать, что скорость тела практически не изменялась. Вот пусть один из таких промежутков, пусть у него номер Н малая, назовем его ДТ с номером Н. Я использовал специально обозначение Д, чтобы подчеркнуть, что это очень малый промежуток времени. И в соответствующий момент времени скорость имела некоторое значение ВХ с номером Н. Тогда, если мы посмотрим на соответствующую связь между перемещением и мгновенной скоростью за малый промежуток времени, можно написать, что перемещение равно произведению скорости в этот момент времени на интервал времени это перемещение за время Н. Но обратите внимание, если величину скорости, которая численно равна высоте соответствующей нарисованной полосочки, умножить на ширину этой полосочки, то в результате мы получим с вами площадь прямоугольника, которая будет очень похожа на площадь под этой частью графика. Если время, интервал времени ДТН очень мал, то изменение скорости на этом интервале может считаться пренебрежимо малым. Естественно, таким образом можно сосчитать перемещение на каждом из интервалов времени составляющих большой интервал ДТ, и тогда полное перемещение за время от Т с ноликом до Т с ноликом плюс ДТ по оси Х будет рассчитываться как сумма малых перемещений вдоль оси Х за каждый из интервалов времени Н при условии, что интервал времени будет очень мал. Можно написать, что это будет сумма по всем интервалам времени от х-овой проекции скорости на данном интервале Т с номером Н на интервал времени ДТН при условии, что каждый такой интервал достаточно мал. Я написал так, хотя использование значка Д и без того означает, что интервал времени мал. Для такой суммы в математике используется следующее обозначение. пишется некоторый символ, напоминающий на вытянутую букву С от слова сумма, а под ним произведение той функции, значение которой надо суммировать, на соответствующий интервал времени. Внизу пишется момент времени, когда такое суммирование надо начать, наверху, когда окончить. Соответствующая математическая процедура носит название вычисления определенного интеграла, смысл которого очень простой. Это не более чем нахождение площади под графиком зависимости скорости от времени за интересующий нас интервал. Таким образом, для того, чтобы по известной зависимости от времени скорости найти вектор перемещения, достаточно нарисовать три графика зависимости компонент скорости от времени и сосчитать три площади под графиком, что можно делать различными способами. Либо подсчитывая количество клеточек на миллиметровой бумаге, либо, выполняя соответствующие процедуры математически, математика учит нас брать интеграл для простейших функций. В том случае, если функция, описывающая зависимость скорости от времени, достаточно сложна, аналитические интегралы, как правило, не берутся, но всегда теперь существуют методы численного интегрирования, которые с успехом выполняются на компьютере. Обратите внимание, что сейчас мы нашли с вами перемещение по каждой из трех координатных осей. Тогда полный вектор перемещения дельта R может быть записан как совокупность перемещений по X, по Y и по Z. Каждое такое перемещение вычисляется таким образом. Я здесь забыл написать индекс X. А кратко можно написать, что вектор перемещения по скорости вычисляется как интеграл на интересующем нас промежутке времени от вектора скорости по времени. Однако, это еще не ответ на поставленный вопрос. Сейчас было рассчитано перемещение материальной точки, но не конечное значение ее радиус вектора. чтобы найти положение материальной точки в какой-то момент времени, достаточно, согласно нашего определения перемещения, знать начальное положение материальной точки или значение ее радиус вектора в момент времени Т с нуликом и к этому значению добавить перемещение. Таким образом, по известной зависимости скорости материальной точки от времени можно найти положение материальной точки в любой момент времени, если кроме зависимости от времени скорости известно начальное положение материальной точки. как правило, в качестве начального момента времени часы ставят так, что Т с нуликом равно нулю, тогда Т с нуликом плюс дельта Т обозначают просто буквой Т. И в результате наше соотношение записывается в виде Р с нуликом плюс интеграл от нуля до Т В от Т до Т. Естественно, подобно тому, как мы рисовали в координатном пространстве радиус вектор RR, можно перейти к трехмерному пространству, вдоль осей которого отложены компоненты вектора скорости Vx, Vy и Vz. И в этом пространстве изображать скорость с помощью вектора, проекции проекции ее скорость может меняться, и это означает, что вектор скорости будет меняться во времени, его конец вычертит некоторую кривую в пространстве скоростей. Эта траектория материальной точки в пространстве скоростей обычно называется годографом вектора скорости. Точно так же можно сосчитать или найти скорость материальной точки в момент времени смещенной относительно исходного и подобно тому, как мы вводили изменение радиус вектора R, которое называли перемещением тела, можно ввести перемещение тела в пространстве скоростей или, как говорят, приращение вектора скорости. Я здесь повторю еще раз, что такое перемещение тела. А здесь по аналогии напишу, что приращение вектора скорости по определению тремя черточками я обозначаю определение. Это есть разница мгновенной скорости материальной точки в конечный промежуток времени конечный момент времени и начальный момент времени. Точно так же, как мы это делали в случае радиус вектора, можно найти среднюю скорость изменения, но теперь уже не радиус вектора, а вектора скорости. То есть найти отношение приращения скорости к интервалу времени или значение скорости в момент времени t плюс дельта t минус значение скорости в момент времени t деленное на интервал времени. Соответствующая величина настолько важна физике, что для нее придумали специальное название и обозначение. Соответствующий вектор носит название вектора среднего ускорения. Точно так же, как в случае скорости, удобно ввести понятие среднего ускорения за очень малый интервал времени. Такую величину можно обозначить как v с точкой или v' с индексом t внизу или как отношение бесконечно малого приращения вектора скорости к бесконечно малому интервалу времени. Так введенную величину мы будем называть мгновенным ускорением. конечно же, у мгновенного ускорения имеется три компонента x-овая, y-овая и z-проекции. И, конечно же, вектор мгновенного ускорения является производной по времени от вектора скорости. Однако здесь возможно еще одно обозначение. если вместо скорости мы подставим ее выражение через радиус вектор, то у нас возникают подряд две процедуры дифференцирования. Сперва радиус вектор надо продифференцировать по времени, а потом результат продифференцировать по времени еще раз. В математике такая процедура носит название вычисления второй производной и можно сказать, что вектор мгновенного ускорения является первой производной от вектора скорости и второй производной от радиуса вектора. Обратите внимание, что определение мгновенной скорости через радиус вектор полностью аналогично определению мгновенного ускорения через вектор скорости. Поэтому все следствия из первого определения о которых мы сейчас говорили имеют свои аналоги для связи между ускорением и скоростью. Например, если мы нарисуем график зависимости х проекции скорости от времени, и на этом графике выберем момент времени t и t плюс дельта t, то соответствующее значение скорости здесь будет vx от t, а здесь vx от t плюс дельта t. Обратите внимание, во времени положения тела по оси x ее скорости могут меняться по-разному. Эти графики могут оказаться разными. Здесь также можно построить триугольник, один катет, которого будет численно равен приращению времени, а второй приращению x проекции скорости, и тогда среднее значение x проекции ускорения, которое будет вычисляться как отношение приращения x проекции скорости ко времени, будет равно тангенсу угла наклона секущей графику зависимости vx от t вот этого угла наклона. Я его обозначил буквой β, ясно, что углы будут разные. В данном случае, если у нас скорость уменьшается, ускорение оказывается отрицательным. А мгновенное ускорение проекции на ось x в момент времени t будет равняться отношению приращения скорости по оси x к интервалу времени за малый промежуток времени и численно окажется равным тангенус угла наклона касательной к соответствующему графику. Точно так же часто необходимо решать обратные задачи. если скажем известна зависимость ускорения в проекции на каждую ось от времени, то можно нарисовать три графика зависимости каждой из проекций ускорения от времени. Если мы выберем момент начальной времени т с ноликом и момент времени т равный т с ноликом плюс дельта т, то окажется, что площадь под графиком ускорения численно равна приращению соответствующей компоненты скорости. Или дельта v x будет равняться определенному интегралу от момента времени т с ноликом до т с ноликом плюс дельта т от соответствующей проекции ускорения по времени. Точно так же приращение всего вектора скорости за время дельта т будет представлять собой совокупность из трех приращений скорости по x по y и по z и будет вычисляться как определенный интеграл по интервалу времени рассматриваемого движения от зависящего от времени вектора ускорения по времени. Ну и тогда скорость материальной точки в момент времени t может быть вычислена как начальная скорость в момент времени t с ноликом плюс приращение скорости что даст нам сумму v с ноликом плюс интеграл либо от t с ноликом либо от нуля если мы считаем что начальный момент времени это 0 до t от ускорения по времени. таким образом по известному ускорению можно найти скорость а по известной скорости можно найти положение тела в произвольный момент времени при условии что нам известны начальное положение тела и его начальная скорость естественно что это открывает путь к решению основной задачи механики к определению положений и скоростей тел в любые моменты времени при условии если мы знаем начальное положение и скорость однако для реализации этой программы необходимо еще уметь вычислять зависимость от времени ускорения рецепт вычисления зависимости А от Т благодарному человечеству преподнес великий Исаак Ньютон этот рецепт содержится в трех законах Ньютона с помощью которых используя данные соотношения кинематики можно рассчитывать положение материальных точек в любой момент времени как в прошлом так и в будущем если известны положения и скорости этих точек в некоторый заданный момент времени по сути дела это будет означать то существует способ вычисления будущего однако соответствующие методы будут рассмотрены в следующих лекциях в качестве примера изложенного я хочу рассмотреть известный еще и школы частный случай равно ускоренного движения пусть ускорение материальной точки не зависит от времени и равно постоянному вектору а с ноликом у которого есть три компонента а с ноликом х а с ноликом у и а с ноликом з это означает что график зависимости от времени каждый из трех компонентов вместо того что прессовать три графика я нарисую пример одного какого-то графика хоть х по х хоть по у хоть по z но чтобы рисовать более общую ситуацию я напишу а с ноликом кси где кси пробегает значение либо х либо у либо z если ускорение у нас постоянно то соответствующий график будет выглядеть вернее так это а кси зависящее от т и оно имеет постоянное значение а с ноликом кси мы хорошо помним что приращение скорости численно равно площади под графиком тогда приращение скорости дельта в кси будет равно площади под графиком то есть интегралу от нуля до т от а с ноликом кси кси под т но в данном случае вычисление площади под графиком не требует интегрирования ни с помощью аналитических методов математики ни с помощью компьютера поскольку данная задача решается чисто геометрически эта площадь будет равняться а с ноликом кси умножить на т это означает что кситая проекция вектора скорости в момент времени t равна начальному значению этой проекции плюс а с ноликом кси на t такое соотношение можно написать для х у и z проекции вектора скорости и вместо того чтобы писать три одинаковых уравнения удобнее записать одну векторную функцию v от t равняется v с ноликом плюс а с ноликом t теперь нетрудно нарисовать график зависимости какой-либо проекции скорости от времени понятно что эта зависимость будет линейной и для того чтобы найти перемещение тела на интервале времени от нуля до t достаточно найти площадь под данной трапеции для оси x y и z это означает что перемещение тела вдоль оси кси есть интеграл от нуля до t v кси от t до t но такой интеграл можно взять графически поскольку площадь трапеции это всем известная геометрическая задача соответствующее вычисление высота этого основания трапеции равна начальной скорости по оси кси второе основание трапеции это начальная скорость плюс а с ноликом кси t а высота трапеции численно равна t площадь трапеции это полусумма оснований умноженное на высоту откуда сразу же получается что перемещение тела по кси той оси за время t равно произведению начальной скорости вдоль этой оси плюс половинка проекции ускорения на эту ось на квадрат времени а если мы нашли перемещение то мы можем найти соответствующую проекцию радиус вектора на одну из трех осей которая будет равняться начальному положению по этой оси плюс перемещение то есть v нулевой кси t плюс половинка а нулевое кси на t квадрат и это равенство будет справедливо для всех трех координатных осей для всех трех проекций x y z естественно его можно написать в векторной форме r от t равняется r с ноликом плюс v нулевое t плюс одна вторая а с ноликом t квадрат обратите пожалуйста внимание что известные со школы соотношения для скорости и положения тела справедливы только в частном случае равно ускоренного движения в общем случае эти соотношения неверны и нужно пользоваться теми методами вычислений которые рассматривались в данной лекции хотя полученные на примере соотношения справедливы и еще в одном частном случае уже равно ускоренного движения это равномерное прямолинейное движение если в этих соотношениях положить а с ноликом равное нулю мы получим правильные кинематические формулы для равномерного прямолинейного движения материальной точки пояснили пояснили мальчиком и мальчик пояснили на ты неуд мне плепил и слезы утираешь вернусь я через год а может через пять уверен я в одном всех не начисляешь и в том что суждено нам встретиться опять уверен я в одном всех не начисляешь и в том что суждено нам встретиться опять суждено и в том что суждено Продолжение следует... 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 Продолжение следует...